При посадке по моему методу я рекомендую давать то, что называется, назовем его по-рыбацки, прикорм для мицелия. Для этого мы будем использовать отвариванное зерно. Значит, чтобы сэкономить время я поставил воду и вот взял ведро зерна. В данном случае я взял овес и рекомендую вам использовать овес. На предыдущем видео, одном из самых популярных, одном из первых, где была фактически и запатентована вот эта технология посадки по закладке под пеньки, там я предлагал использовать пшеницу. Почему пшеницу? Потому что что было, то и использовал. Была пшеница, вот пшеницу я и использовал. А пшеница довольно-таки неудобна, потому что есть большая вероятность того, что ее можно переварить, не доварить, там еще разные могут быть варианты. Если вы используете какое-то зерно в шелухе, например, овес или ячмень, то фактически его переварить невозможно. Нужно его просто довести до кипения. И этого будет достаточно для того, чтобы дать прикорм для нашего мицелия, который мы будем закладывать под сами пеньки. Что хотелось бы сказать относительно зерна. Для чего его отваривать? Почему его не взять? Вот там, ну допустим, мы его замочили и просто так заложить. По простой такой причине, что как-то со временем грибы ваши-то, конечно, вырастут. Но то, что вырастет, если вот в данном случае овес, вы заложите его непроваренным, то 100%, что через некоторое время, там вырастет просто под этим пеньком заросли вот этого овса, зеленые. Поэтому, с одной стороны, мы его кипячением стерилизуем, ну, дезинфицируем, скажем так. А с другой стороны, мы его делаем так, чтобы он не прорастал под пеньком, когда мы делаем посадку грибу. Ну, пока я собираюсь к этому, ко всей посадке, я поставил кипятить воду, чтобы так сэкономить время. В общем, вода закипит, мы сейчас это туда выгрузим и вот потом покажу, ну, как это все будет происходить. Так, вот для подготовки зерна, для посадки на пеньки, вот мы приготовили овес. То есть, пока мы делали подготовку, закипела, можно сказать, вода, и вот это мы сейчас отправляем в кипяток. Значит, я объясню, для чего производить отварку, варить зерно, для того, чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация, в данном случае овса. Да, ошпариваем просто ее водой. Его нужно хорошо ошпарить в кипятке, чтобы остановить рост. Для того, чтобы убить, убить такое слово, нехорошее, остановить, да, прекратить рост зерна под пеньком. Вот мы его всыпали в кипяток, сейчас буквально пару минут оно закипит, а пока это будет происходить, сейчас подготовим место для того, чтобы сделать еще одну манипуляцию. Буквально 5 минут, вода уже закипела. Да, если зерно у вас в шелухе, то есть, если это овес или ячмень, то переварить его фактически невозможно. Мы его, ну вот на этом этапе, будем считать, что готово. Берем вот эту ступень. Вот у нас здесь такая импровизированная. Ну, подожди, пучка. Вот им заразнинушь. Моя камера включена, конечно. Вот так. Со всех стволов снимаем. Вот. И такая импровизированная ступень. О, хорошо. Так. Еще там... Вот таким вот образом произошла заварка, подготовка зерна. В дальнейшем... Так, зерно горячее. Да ничего не случается. Да, у нас она остывает. Задача, значит, в чем? Не то, что его там высушить, а главное избавиться от лишней влаги. Вот мы ее сейчас на сетке воду слили. У нас сейчас такой ветерочек, оно обсушится хорошо. Вот, собираем его обратно сейчас, в ведро. У нас экспресс-метод, у нас быстро все, да? Пока оно... Пока до посадки, пока туда все, оно себе остынет. Ну вот и все. Мы продолжаем снимать чистые у нас тут чисто эксперименты, чисто по посадке. Значит, К17-й первый ряд, П82-й ряд. Значит, вот здесь троечка пошла. Это КВ. Мы отвели такое специальное место под елочкой. Будем надеяться, что она будет у нас пахнуть елочкой, как... Это самое, как лисички. И зерно давай. Вот. Зерно у нас здесь. И... А вот здесь передний ряд, это у нас М21-81, бельгийский штамм. Вот. Снимаем. Вот, наглядно, на камеру. На камеру М21. Делаем засев. Закладываем пенечек. Вот. Ну, один из... Двух. Пенек давай. И... Да, беру пенек и камеру вешаю на... На... Сучок. На сучок, так. Так. Спасибо, ребята. Не снимай процесс. Спас. Дуже важный. Процесс посадки берез. Абсолютно правильный. Ну... Я тут пришел младший помощник. Березы проверят, да? Нормаль не березы, че просрочены, Муха? Нормаль не березы, че просрочены? Муха, нормаль не березы? Нормаль, нормаль. Не мешай. Не, я иду. Я иду спать. Спать. Если вы собрались делать посадку микоризных грибов, то есть там баровиков, белых, шампиньонов, нет, шампиньонов, нет, шампиньонов, нет, труфелей, то перед тем, как посадить микоризные грибы, 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 вам нужно посадить деревья, около корней которых могут вырасти эти грибы. Вот здесь у нас, вот береза, и первым делом мы начинаем не то, что мы у разводил будем брать мицелий белых грибов и запихивать его там в пеньки там и так дальше. Первым делом мы садим деревья, у которых само собой растут корни, то есть живые деревья, на корнях которых есть возможность вырастить микоризные грибы, то есть баровики, шампиньоны, шампиньоны, что-то они у меня, шампиньоны нет, это сапротрофы, то есть баровики и труфеля. То есть для того, чтобы их вырастить, в нашем саду должны расти березы, губы и так дальше. Вот этим и занимаемся. Первым делом вырастим деревья. Тарасковый. О, это из немало. Если вы собираетесь выращивать микоризные грибы, то для того, чтобы они выросли, надо сначала вырастить деревья, на корнях которых эти грибы будут произрастать. Для этого мы попробуем приживить вот эту березу. Сомнения колоссально большие насчет ее приживляемости. Ну, может быть, ранняя весна, может быть, что-то у нас получится. Фактически не первая у нас попытка здесь приживить березу. Елка вот почему-то здесь не захотела приживаться. Тут у нас будет такой прелестный садик. Вот здесь у нас, смотри, как красавица. Ух! Вот такая у нас. Что за ель, что за ель. Что за шишечки на ней. Вот такая у нас ель здесь выросла. А это отдельный вариант. Очень красиво получилось. Такой экибана у нас. Вот елка, скорее всего, обыкновенная. А здесь елка необыкновенная. То есть где-то мы их брали в одном месте, но по внешнему виду вот так вот. Реально видно, как они отличаются и по цвету, и по скорости роста, по внешнему виду. Что-то карпатское, какая-то из Карпат. Какая-то такая интересная. И пошла она еще в рост. Елка каждый год добавляет по одному метру. Ну, имеется в виду такая вот растущая. Вообще елки плохо приживаются. Не так-то просто их завести и присадить. Но если они где-то лет 4-5 уже врастают, то дальше они гонят приблизительно там по метру в год. Там уже видно, пошли вот эти, как их там назвать. То есть вот эти штуки. В общем, пошли. То есть елочка красивейшая здесь. Здесь ей ничего не мешает. Она в таком свободном себе полете в поле. Солнце сходит в восход вот там. И оно идет по небосклону. И вот садится вот там. То есть просто песня для нее здесь. И на ее фоне вот такая интересная какая-то карпатская красота. Она такая нежная и тоненькая. Но скорее всего они были посажены одновременно. Но видим по скорости роста и даже по толщине. Для подготовки зерна, для посадки на пеньки. Вот мы приготовили овес. Пока мы делали подготовку, закипела, можно сказать, вода. И вот это мы сейчас отправляем в пипяток. Значит, я объясню, для чего производить отвар и валить зерно. Для того, чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация, в данном случае овса. Ошпариваем просто ее водой. Но нужно хорошо ошпарить кипятки. Чтобы остановить рост. Для того, чтобы убить... Убить такое слово. Остановить? Не хорошее. Остановить, да. Прекратить рост зерна под пеньком. Вот мы ее всыпали в кипяток. Сейчас буквально пару минут оно закипит. А пока это будет происходить, мы сейчас подготовим место для того, чтобы сделать еще одну манипуляцию. Вот. И для чистоты проекта, вот здесь К17, здесь П80, и здесь мы сделаем ряд. Здесь будет королевская вешенка. Вот. КВ. Королевская вешенка. Ну, по отзывам пользователей, которые брали от Мицелий, значит, по описанию грибов, которые вы оставили на пеньках, я точно понял, что это было КВ. То есть делаем то же самое. Специально взяли в тех же самых условиях, в том же самом месте, в тех же самых климатических условиях, в тот же самый день. Все то же самое. Делаем посадку королевской вешенки. И для сравнения на тех же самых пеньках, с того же самого бревна, мы посмотрим на результаты. Что нам даст посев королевской вешенки на пеньки. Под елочками. Что вы скажете? Будем ждать урожаев. Будем ждать урожаев. Больших. И толстых урожаев. Ну, мне сильно. Мы продолжаем снимать чистые у нас тут, чистые эксперименты, чисто по посадке. Значит, К17 первый ряд, П82 второй ряд. Значит, вот здесь троечка пошла. Это КВ. Мы отвели такое специальное место под елочкой. Будем надеяться, что она будет у нас пахнуть елочкой, как лисички. Зерно у нас здесь. А вот здесь передний ряд, это у нас М2181, бельгийский штамм. Вот. Снимаем. Вот, наглядно, на камеру. На камеру М21. Делаем засев. Закладываем пенечек. Вот. Ну, один из двух. Пенек добавь. И, да, беру пенек и камеру вешаю на... На... Сучок. На сучок. Если у вас происходит чистка сада, и у вас вообще нету, вот, пенька, нету бревна и всего остального, осталось вот такая вот, какие-то обрезки. Там, вот, зачистки веток и всего остального, то можно сделать вот такую пирамиду. Мягко говоря, грубо выражаясь. Вот так. И еще вот такой вот коряжка тут. Пойдет, пойдет. И куда? Мы влезаем. Ну, вот так вот. Значит, не влезла. Не влезла, значит, не влезла. Следующий. Вот такую вот делаем экибану, бонсай, грибной. И вот это все закапываем. И, в общем и целом, фактически на сегодня работы закончены. Значит, еще раз повторяемся, что у нас тут посажено. К-17 первый ряд. П-80 второй ряд. М-2181 бельгийский, морозоустойчивый, зимний, третий ряд. Вот так перспективно смотрим. Вот, прекрасная женщина работает. Одно удовольствие смотреть. Вот. И здесь три у нас королевской вешенки. Под елочку мы специально так ее поместили, потому что есть надежда, она будет у нас пахнуть лисичками. Растет там елочкой, значит, будет пахнуть лисичками. Вот. И тут у нас осталось уже еще. Что ты делал, что дай боги, ставьте. Садим пеньки. Пеньки? Да. И шелфер. А, вырастут. Да. Ну, а это. Шелферды, так? Так. Так, вот для подготовки зерна, для посадки на пеньки. Вот мы приготовили овес. Пока мы делали подготовку, закипела, можно сказать, вода. И вот это мы сейчас отправляем в пипяток. Значит, я объясню, для чего производить отварку, варить зерно. Для того, чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация, в данном случае овса. Ошпариваем просто ее водой. Его нужно хорошо ошпарить в кипятке. Чтобы остановить рост. Для того, чтобы убить, убить такое слово. Остановить? Не хорошее. Остановить, да. Прекратить рост зерна под пеньком. Вот мы его всыпали в кипяток. Сейчас буквально пару минут оно закипит. А пока это будет происходить, Сейчас подготовим место для того, чтобы сделать еще одну манипуляцию.